Шалом, дорогие друзья! Вы все знаете, что такое шалом. Я надеюсь. Слово шалом происходит от слова шалем, которое значит совершенный. Однокоренное со словом шулям. То самое слово, которое переводится как свершилось и уплачено. Это то, что Господь Бог сказал на Христе. Огромное спасибо хору замечательные псалмы, которые просто в моем сердце. Если вы захотите узнать, как это звучит на иврите, подойдите ко мне потом. Это знаменитая песня. Иерусалим золота, меди и света. Я скрипка. Кинор. Потому что Давид играл не на арфе, он играл на киноре. А кинор – это такая же самая форма, как у Генесарецкого озера. Кинор. Одно и то же слово. Масса у меня ощущений, впечатлений. Просто это как бы изнутри. И я очень желаю. Кстати, когда вы пели «Мне не забыть тебя, Иерусалим». Поднимите руку, как многие из вас были в Иерусалим. Очень трудно забыть, когда ты там никогда не был. Что забывать-то? Поэтому я очень надеюсь, что после того, как вы посетите Иерусалим, и, кстати говоря, можете со мной по этому поводу поговорить после собрания, то вам действительно не захочется его забыть. А так, знаете, как у нас, говорит, не знал, не знал, да и забыл. Хорошо, я действительно живу в Иерусалиме, и это правда. Из балкона моей квартиры видна Леонская гора. То есть так по прямой, километра два. И я раздам свои визитные карточки. Так что, если кто-то хочет узнать, когда придет Господь, вы можете набрать номер телефона, я вам скажу, я буду видеть сразу. Хотя, конечно, мы знаем, что где бы мы ни находились, это всем станет ясно, всем сразу, по всему лицу. Земли. Вообще, у меня достаточно сегодня такая радостная, но волнующая задача. Дело в том, что я приехал уже практически после первой проповеди, и я не знаю, о чем говорил первый проповедник. Я знаю, что он говорил о входе Иисуса в Иерусалим. И я решил тоже говорить о входе Иисуса в Иерусалим. Но я на самом деле не знаю, может быть, я повторю то, что он сказал, а может быть, я скажу совершенно противоположное тому, что он сказал. Я хочу, чтобы так или иначе вы отнеслись с благосклонностью, потому что это все в чистоте сердца. И самое главное, даже если мы что-то видим вдруг, совсем не обязательно, по-разному, надо помнить, что самое главное, насколько чисты намерения нашего сердца. И все, о чем бы я сегодня не говорил, что вы наверняка все равно знаете. Это просто подтверждение. Знаете, когда узнаешь что-то новое, вау, узнал новое. Когда нашел подтверждение своим мыслям, вау, это подтверждение моим мыслям. Потому что и так, и так, все хорошо, все ко благу, а верующему человеку и подавлю. Итак, мы сегодня с вами говорим о, с одной стороны, радостном событии, о входе Иисуса в Иерусалим, потому что благодаря его входу мы с вами сегодня здесь. Пусть в этом не будет сомнений, но это и печальное событие. Потому что в жизни человека Иисуса, Бог Иисус, Он вечный, а в жизни человека Иисуса это закончилось предательством народа и тяжелой, страшной, крестной смертью. Я хочу, чтобы мы разобрали шаг за шагом сегодня, что собственно происходило тогда, чтобы понять эту ситуацию, понять эту атмосферу, этого вселенского, я не боюсь этого слова, вселенского события. Чтобы мы как бы окунулись туда, в это время и в это место. А потом мы попытаемся понять самое главное. Всегда, когда мы читаем Писание, я всегда задаю себе вопрос, на еврейском он звучит «азма». А по-русски, по-английски он звучит так «so what?». А по-русски, ну и что? Что мы с этим будем делать? И вот последнее, что я поделюсь потом, я говорю, какое это к нам вообще, говоря, сегодня имеет отношение, и какой урок мы можем с вами из этого извлечь. Итак, давайте я прочитаю еще раз, я думаю, что вы читали уже это место сегодня, но все-таки. С 21 главы Евангелия от Матфея, я не знаю, может быть проповедник, из Марка читал, вполне возможно. «Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию к горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». Если кто-то скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны господину моему». Не господу, в оригинальном тексте. «И тотчас пошлет их». «Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дочери Сионовой, этот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший сопровождающий восклицал «Ассанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне Ассанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто это? Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Амин. Итак, прежде всего, давайте себе представим, где это происходит. Вот если вы стоите на Иллионской горе, и перед вами храм, вот представьте себе, вы стоите на Иллионской горе, туда, куда Господь должен вернуться, кстати говоря, и перед вами храмовая гора, и на ней стоит храм Зерувавеля, перестроенный Иродом. Он намного больше, намного красивее, чем храм Зерувавеля. Он роскошнее, чем храм Соломона. Ирод всегда спорил с Богом. Ему надо было не так делать, как говорил Господь. Ему надо было лучше, чем говорил Господь Бог. Ироду всегда надо было доказать, он доказывал всем, что он сильнее Бога. Поэтому, казалось бы, он говорит, да я вам построю храм, не такой, как в Библии, ерунда, он маленький. Я вам построю огромный. Стена горы Мария достигала 400 метров в длину. Храм видели за 10 километров от Иерусалима, когда в праздник Кущей там горели 10-метровые светильники. Это было одно из колоссальнейших зрелищ. Иисус приходит на границу с деревней, которая на еврите называется бейт-фаги. Бейт значит дом, то же самое, как виф, это всегда на еврите бейт, например, виф-лехем, или бейт-лехем, виф-леем, дом хлеба. Виф-фаги, бейт-фаги, дом незрелых смоков. Так переводится название этого небольшого села, на границе Иерусалима. Отсюда начинался дальше Иерусалим. Если вы смотрите, внизу Гевсиманский сад, напротив то, что позднее стало с золотыми воротами, а на площадке, сделанной Иродом, стоит великолепное творение, великолепный храм, где священники поклоняются Господу Богу. И хотя формально бейт-фаги или виф-фаги находилась на границе, это было самое близкое место к святая святых из тех, которые лежали на границе Иерусалима. Поэтому говорили, что это место пользуется особенной святостью. Вот вы стоите лицом к Келионской горе и храму, и слева от вас деревня на границе виф-фаги. И поскольку она освящалась храмом, это очень внимательно, слушайте. Именно в виф-фаги, именно в этом маленьком селе, пеклись хлебы предложения, которые относились в храм. И именно в этом месте, это было место, где кончалась граница Иерусалима, где жили евреи, и место, где был анклав язычников. Иисус выбирает это место совершенно не случайно, по нескольким причинам. Первая причина, он пришел и к иудеям, и к язычникам. И он стоит в этом месте, обращенное лицом к Иерусалиму. Вторая причина, вторая причина состоит в том, что это село находилось на расстоянии субботнего пути. Он не имел права, как иудей, приходить в храм в день субботний и день праздничный, если он находился за границами этого расстояния, потому что это считалось работа, которую нельзя было делать. Поэтому Иисус, тот, который даровал Слово Божье народу Израиля, стоит здесь в подтверждении своих слов. Второе, что очень-очень важное. Третье, символический Иисус, который хлеб нашей жизни, и который принес тело свое, говорят, это есть тело мое за вас ловимое, стоит символически в этом месте, откуда идут хлебопредложения в храм. И он как бы занимает эту функцию. Точно так же, когда в 7-8 главе Иоанна он стоит и говорит, «Я свет миру», потому что именно в это время светильники зажигались в храме. И он говорит, «Я источник живой воды», потому что именно священники в это время несли из силуанских прудов воду в Иерусалиме. Была большая радость. Иисус говорит, «Я истинный свет, я истинная вода». А здесь он говорит, «Я истинный хлеб жизни». И он стоит, и он собирается войти в Иерусалим для того, чтобы предложить себя. Для того, чтобы предложить себя как хлеб жизни, для того, чтобы предложить себя как миссия. Но есть еще одна потрясающая вещь. С давних времен именно на этом месте собирались все лжемессии. Те, которые хотели войти в город и произносить себя миссией. Иосиф Флавий пишет, что незадолго до пришествия Иисуса какой-то египтянин пришел, сел на осла и въехал в город в сопровождении 30 тысяч иерусалимцев. Римляне не терпели, когда собиралось больше 10 человек, это было запрещено законом, и они рассеяли, было много убитых, этот египтянин убежал, его не нашли. Флавий пишет, что незадолго до этого еще один приходил, и именно с этого места, и именно на осле заезжал в город для того, чтобы праздновить себя миссией, и его сопровождало до 10 тысяч человек. И точно так же он был убит. Иисус знает, что с этого места, это была традиция Израиля, в этот город, самый городок святой и близкий к храму, въезжали люди, которые представляли, что они миссия. Иисус решает, кроме всего, положить конец этой человеческой практике. Если вы живете в Иерусалиме, сегодня вы увидите, к сожалению, что иногда приезжают люди несколько психически нездоровые. Они садятся на ослов в белых одеждах, и они заезжают в город, Иерусалим, и они провозглашают себя миссиями. Я вам говорю честное слово, и это правда. В Иерусалимской психиатрической больнице есть целое отделение, где лежат вот эти вот миссии. Потому что люди приезжают, и они думают, что вот они сейчас сделают. Те времена не отличались от наших. Было очень много людей, которых не хотели брать на себя крест, но хотели быть царями. И они знали, что надо въехать обязательно на осле, они обязательно знали, что надо въехать на ослице. Откуда они это знали? Очень просто. Например, в книге Бытие, в 49 главе, мы читаем 49 глава стихи, начиная с 8 по 11, потому что они читали Писание, и там написано, Иуда, имеется колено, Иуда, тебя восхвалят братья, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонится тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя, чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народа. А сейчас внимательно. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Это одно из первых мессианских пророчеств, которые знали израильтяне. Поэтому для любого мессии, который думал, что он, я не говорю про Иисуса, который воображал себя мессией, он обязательно садился на осла, потому что это был, а все знали, что из колена Иуды должен произойти мессия, царь Израиля. Но Иисус решает пойти по пути несколько другому. Он решает этот путь идти до конца, но в точном соответствии с пророчеством он садится на ослицу и осленку. И тут очень интересный момент. Если вы читаете, например, то, что до нас дошло, письменные источники того времени, то вы услышите такой интересный момент. Очередной мидраж. И один раввин говорит другому, Мессия войдет в наш город как пророчество на Аном, на ослице и осленке. На что другой раввин, очень известное место, которое знает все Израиль, говорит, наш Мессия достоин того, чтобы зайти на коне в этот город как царь. На что первый раввин ему отвечает, «А разве у тебя есть стоцветный конь? Разве у тебя есть такой конь, который вообще достоин нашего Господа и нашего Мессии?» Поэтому то, что он выбирает осленка, кстати говоря, одна еще интересная вещь. Согласно традиции письменной того времени, запрещалось продавать осленка без матери. И наоборот, если у ослицы был осленок и хотели купить ослицу, то ни в коем случае нельзя было брать одну ослицу, обязательно брали осленка. Как написано в то время в Танхума, продающий ослицу продал и осленка. То есть всегда не было такой ситуации, при которой вы видели, это нормальная ситуация, в которой ожидали, в Израиле придет Мессия, именно не на коне, потому что коней таких прекрасных не существует, такого животного достойного Мессии. Поэтому будь то конь, будь то слон, будь то все, что угодно, тот, который смиряется. С Мессией, говорили они, достойны собственного величия, кроме величия внешнего. Поэтому Иисус в полном соответствии со всеми пророчествами, данные еще в книге Бытие. И потом подтвержденные у Исаии, потом подтвержденные у Захарии, Иисус в полном соответствии с планом Божиим для своего величия избирает вот эту ослицу и осленка. И он, естественно, входит в горы. И тут происходит одна потрясающая совершенно вещь, да. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, другие резали ветви с деревьев и постелали на дороге. Вообще, знаете, вот я тут бываю иногда, особенно, собственно, почему в Америке, да. Я вот, например, моя дочка, она, ей 20 лет, 21 год через 3 дня. Есть тут девушки 21-летнего возраста или приблизительно? Поднимите руку. Нету ни одной. Чего себе. Вот это да. Вот у вас такой провал поколений. Хорошо. Так вот, моя дочь, она очень такая упорядоченная во всем, кроме одной вещи. Вот если вы подходите к ее шкафу и открываете дверь, лучше отойдите в сторону, потому что на вас вывалится сразу все. Вся ее одежда в страшном количестве. Девушки, есть такие шкафы у вас, нет? Я знаю, у вас одна юбка, одна кофточка и одни тапочки. Правильно я говорю? Особенно у 21-летних. Вот это вот у них, у всех черта, сразу я смотрю, сочувствованно папы улыбаются мне. Понимаете, одежда сейчас ничего не стоит. Вот почти ничего. Мусор. Тогда было не так. Когда вы отдавали свою одежду, да, ну, это то же самое, может, не Мерседес, но Додж. Положили на дорогу. Вы отдавали. Людей очень многих говорили, ты не можешь брать в залог одежду, если у человека нечего больше одеть. Ты вечером перед сном должен ему вернуть. Понимаете? Подумайте. Люди отдавали свою. А откуда, собственно говоря, вот эта традиция? И мы читаем с вами. Мы читаем, например, в 9 главе книги, 4 книги царств, в 12-13 стихе. И сказали, неправда, скажи нам. И сказал он, то и то он сказал, мне говорят, так говорит Господь. Так говорит Господь, помазую тебя в цари над Израилем. И поспешили они и взяли каждой одежду свою и слали ему на самых ступенях и трубили тробой и сказали, воцарился Иеуи. Речь идет о царе Иеуи. Но все всегда прекрасно понимали, что если есть царь, которого ты хочешь, которого ты желаешь, дело происходит в Израиле. Все прекрасно знают Библию. Слова Библии. Не всегда содержание. Знаете, я иногда думаю, я вот прихожу в церкви, похожая ситуация. Содержание знают. Смысл не очень. И тем более не хотят применять к своей жизни. Но они знают, что когда идет царь, надо снять с себя одежду и надо постелить ему под ноги, потому что это уже было в истории Израиля. Но они делают еще одну потрясающую вещь. Народ же по дороге своей, а другие резали ветви из дерев и постелали на дороге. Вообще это достаточно странная ситуация. Потому что какой праздник тогда приближался? Пасха. А какой месяц этой праздники? Ниссан, помните? Или Ави в первый месяц. И когда Иисуса распяли, все знают, конечно. 14-го Ниссана. 14-го Ниссана Иисус должен был быть распят. Но в этом месяце Ниссан праздником Пасхи являются не пальмовые ветки, которые были здесь, а ягненок, которого надо приносить в жертву. Пальмовые ветки появляются в одном единственном празднике в Израиле. И все знают, какой этот праздник. Праздник Кущей, который наступает осенью. И согласно книге пророка Захарию, которую, естественно, евреи читали и знали, это единственный праздник Кущей, единственный из всех праздников, который будет в тысячелетнем царстве. Потому что Захарий открытым текстом пишет, и будет в Иерусалиме праздник Кущей, из тех, кто придет и поклонится, им будет благословение и дождь, а тот, кто не придет на празднование праздника Кущей, у того не будет дождя. Это считается, естественно, на Ближнем Востоке проклятием. То есть, с точки зрения людей, они вдруг решают во время празднования праздника Пасхи внести элементы праздника Кущей. Кущей. Откуда это? Я хочу, чтобы вы вспомнили на горе преображения. И вдруг Иисус преобразился, и лицо его осеяло, и говорят апостолы, нам хорошо здесь, давай сделаем что? Кущей. А почему Кущей? Да потому что они решили, что наступает тысячелетнее царство. Ведь даже в первой главе Деяния апостолов, они говорят, не съели время, надежит восстановить царство Израиля. Это после трех лет-то. Это после смерти Иисуса. Это апостолы. После воскресения Иисуса, они все еще предполагают, что он сейчас здесь установит тысячелетнее царство на земле. И символ тысячелетнего царства, это что? Кущи в Библии. А кущи из чего делаются? Из пальмовых ветвей. Поэтому, когда Иисус входит в Иерусалим, мало того, что они его посвящают на царство, они еще ветвями, покидают ветви, кидают на землю и выстилают ему дорогу, как бы говоря, веруем чистой верой, что ты не просто царь, но ты еще и Христос. Потому что Христос только может установить тысячелетнее царство. Царь – земное царство. Но тысячелетнее царство – только один Мессия. И больше никто. Итак, у нас есть народ. Он стекается со всех сторон Израиля. Некоторые говорят, что в Иерусалиме вообще жило порядка 150 тысяч человек. До третьи Иерусалима встречало его. 50 тысяч человек. Это при том, что римляне не позволяли собираться больше десяти. И римляне не рискуют даже мешаться в это шествии. 50 тысяч человек. Иллионская гора, Пифагия, Гефсиманский сад, через долину к храму. Везде стоит народ. И он идет в сторону к Иисусу. И они кричат ему, не добро пожаловать. Они кричат ему, когда он шел в Иерусалим, и народ же сопровождающий воскликнул Асана, сыну Давидову, то есть, сын Давидов – это Мессия. Абсолютно. Это титул Мессии. Благословен грядущий во имя Господне Асана Вышних. Откуда они это берут? 117-й Псалом. Сей день сотворил Господь. 117-й Псалом, стихи 24 по 26. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Оны. О, Господи, спаси же! О, Господи, спаспеши ствой же! Благословен грядущий во имя Господне. Бауха Ба, Бешем Адонай. Мои иврите, да? Благословляем вас из Дома Господня. Потому что слово Асана, вообще-то не Асана, а значит, это два слова. О, Шиа, На. Это два арамейских слова. Собственно, одно еврейское, другое арамейское. О, Сана, это О, Шиа, На. На обозначает, пожалуйста, просим тебя. Даже по-русски сегодня вошло в русский язык, когда мы говорим На, возьми. Основная суть, пожалуйста, возьми. На, На, понимаете? А О, Шиа, происходит от слова Ешуа, которое обозначает спасение. А имя Иисуса на самом деле Ешуа. Есть разница Ешуа и Ешуа. Одна лишняя буква. Но корень тот же самый. Поэтому имя Иисуса обозначает спасение. О, Шиа, На, звучит, или переводится дословно, спаси нас, пожалуйста, в вышних. Не на земле, спаси нас, пожалуйста, на небе. Это то, что говорит народ Израиля дословно. Слово, слово. О, Шиа, На, Бешамайем. О, Шиа, На, Бешамайем. Спаси нас, Вышний. Когда люди говорят, Асана, это слава. Мы поем ему Асана. Нет. Мы просим его. О, Шиа, На. Именно поэтому, когда Вы поете замечательный псалом, шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. В оригинальном тексте в псалме не написано шалом, шалом. Написано шаалу, шалом, Иерусалим. Просите мира в Иерусалиме. Вы знаете? Шаалу, шалом, Иерусалим. И здесь то же самое. О, Шиа, На. О, Шиа, На. Они кричат. Они кидают одежды. Ты есть наш царь. Они кидают ветви. Ты наш мессия. И поэтому Ты должен спасти нас. Не на земле, на небе. Это то, о чем говорит здесь израильский народ, иерусалимцы. По крайней мере, 50 тысяч человек. Население города. В чем же проблема? Как получилось, что вот это вот то, что было в 10-й день месяца Ниссана? Почему мы знаем, что в 10-й день месяца Ниссана? Хороший вопрос. Мы читаем книги «Исход» в 12-й главе. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, Месяц сей, то есть месяц Ниссан, да будет у вас с начала месяца, в первом да будет он между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день этого месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца, по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, и расчислитесь на агнца. Агнец должен быть у вас без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколят его. Все собрание общества Израиля. Иисус входит в Иерусалим за 4 дня. Понедельник, вторник, среда, четверг, его берут в приторию, распинают в пятницу, до заклания агнца на протяжении следующих дней и до распятия. Все проверяете, вы, фарисеи, и книжники, и народ, и пилат, нет ли в нем порока. Как у агнца. После 10-го дня вход Иисуса Христа в исполнение буквально пророчества из книги Исход в 10-й день месяца Ниссана он входит в Иерусалим. И последующие 4 дня все пытаются найти в нем какие-то недостатки, какую-то ересь, какой-то обман, все пытаются найти в нем порок. Это буквально то, что делалось в каждой еврейской семье после того, как они брали этого ягненка к себе домой. В те времена не было отдельного стойбища. Ягненок жил вместе с вами, и за 4 дня вот это маленькое чистое существо становилось самым любимым в вашей жизни. Но только после того, как оно становилось самым любимым и самым дорогим, разрешалось принести его в жертву. Жертва – это не то, что нам не надо. Жертва – это то, что самое дорогое нам, самое любимое. Слово «курбан», вы знаете, «курбан» на еврейском «жертва» происходит от слова «внутренность моя». КРВ – кровь. Курбан – коров. Это значит родственник. То есть принести в жертву можно что-то самое дорогое, что у тебя есть. Не то, что на тебе Боже, что мне не гоже, а именно то, что самое дорогое. И вот после 4 дней, когда ягненок был проверен на всех возможных параметрах, и находили, что он чист и без порока, только тогда этого ягненка можно было принести в жертву. Четыре дня, вдоль и поперек, все и друзья, и недруги исследуют Иисуса, и не находят в нем ничего. И только после этого он может быть готов к тому, чтобы принести жертву. Асана Вышних! Спаси нас на небесах! Амин! Ты есть царь! Амин! Ты есть пророк! Амин! Потому что мы знаем, что Мессия – Он и царь, и пророк. Мы постелаем тебе одежды! Ты наш царь! Мы тебе постелаем ветви! Ты наш Мессия! Спаси нас на небесах! Мы верим, что мы будем с Господом Богом! 50 тысяч человек! Как один! Приходят на словах к познанию Сына Божия Иисуса Христа. Я убежден, что очень многие из них делали это совершенно искренне. Жертва еще не принесена, поэтому возможность прийти к Богу без принесения жертвы только теоретическая. Он не умер еще. Он не воскрес. Жертва за грехи их еще не принесена. Он еще не сказал на кресте «Прости им, ибо не ведают, что творят». Мы знаем, что мы ведаем и что мы творим. И те же самые люди... А сейчас очень важно. Я хочу, чтобы никто не сделал ошибку. Чтобы никто не думал, что это были одни люди, которые кричали ему «Осана вышних», а потом злобные иудеи, другие, пришли и кричали «Распяль». Нет, мои дорогие. Это к нашему с вами стыду. Те самые, которые принимали Иисуса пророком, царем и местией, те самые, ровно через 4-5 дней, именно они стояли и кричали «Распни его! Распни!». Именно те же самые люди, именно мы с вами, мои дорогие, когда мы открываем сердце нашего Иерусалима, или Иерусалим нашего сердца, чтобы он вошел к нам, и мы горячие. У нас первая любовь с Господом Богом. Ничто. Мы готовы отдать за него свою жизнь. Пройдет несколько лет, и мы не будем готовы отдать свою жизнь. Мы хотим отдать жизнь другого человека, но не свою. Мы начинаем лениться в Господе Боге. Чувство первой любви притупляется. И мы делаем какой-то маленький грех. А, чуть-чуть. Я сегодня должен был пойти на собрание. Лень. Почему ты не пришел на собрание? А, ты знаешь, я себя нехорошо чувствую. Ерунда, малость. Малость. Чуть-чуть. Потом еще больше. Потом налог не заплатил. Потом не вернул вовремя. Потом посмотрел на чужую жену. Потом сделал больше, чем посмотрел на свою жену. Сначала тихонько, потому что это бы еще хотя бы стыд. А потом в лицо всем остальным. Потому что Господь Бог все равно со мной. Он меня никогда не оставит. Те же самые люди, которые принимают Писание, говорят, стоишь, бойся, чтобы не упасть. Нас Господь никогда не оставит. Главное, чтобы мы не оставили Его. Нас Господь не оставит никогда. Главное, чтобы мы не оставили Его. И сегодня вот тот вот самый день, когда Иисус символически входит к народу Израиля. И народ Израиля в огромном количестве признает Его пророком, царем и мессией. Точно так же, как в момент принятия нашего Господа Иисуса Христа со слезами на глазах, с радостью готовит снять с себя не просто одежду, а последнюю рубашку. Да, и аминь. И мы искренне верим, что так будет всегда. Но каждый раз, когда мы грешим, мы заново распинаем Его. Так говорит Писание. Каждый раз, когда мы грешим, снова и снова гвозди вонзаются в Его руки. И если начало нашей мудрости это страх Господний, это страх перед Господом, то Господь хочет, чтобы со временем страх перед Господом заменился на страх за Господа. Что мы Ему сделаем больно если мы будем грешить. Вот к сожалению, вот это в нашей жизни происходит нечасто. И мы живем в страхе, что Он нас накажет, но у нас очень часто нету страха за то, что Ему больно каждый раз, когда не нас есть за что наказать. Это нас меньше волнует. Это нас волнует меньше. Поэтому мой призыв сегодня к вам в этот радостный, который дает нам надежду, но печальный день, потому что Иисус знал, что Его ожидает. чтобы вы не оказались на месте вот тех вот встречающих, но провожающих, встречающих, но не принявших, открывающих обятия, которые потом заменены на обталкивание. Это та опция, которую Господь Бог оставляет любому из вас. Любому из вас. И отчет надо давать в своих упованиях даже не друг другу, а Господу Богу. В самой первой заповеди он говорит, я Господь Бог твой. Что это за заповедь такая? Как бы и не заповедь. Но если этот Бог, это не твой Бог, а вообще Бог, не твой личный Бог, которому ты должен служить всем, что у тебя есть, всеми силами, всем сердцем, всем достоянием, всем разумом своим, то, может, вам следует задать перед собой вопрос еще один. На самом ли деле я его встретил с раскрытыми обятиями, или, может, я это сделал, потому что другие вокруг меня поступили точно так же? Это вопрос, который звучит уже две тысячи лет. Мы, которые радуемся, к сожалению, не утратили способности предавать. с кем мы и куда мы идем? Этот вопрос звучит и сегодня. Я хочу, мы сейчас будем молиться. Хочу, чтобы не надо смотреть по сторонам. Вот он не идет с Богом, я, он не ходит с Богом. Спросите себя. Я, который открыл ему сердце, не выталкиваю я его оттуда вот своими словами, делами, мыслями и намерениями. Я молю Господа, Бога, сил Саваофа, и Сына Единородного нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, чтобы Он проявил милость ко мне и к вам, чтобы наше сердце не имело раздвояющихся путей, а всегда было с Господом до того дня, когда мы все с вами будем праздновать Царство Небесное и будем пить вино в Царстве Отечественного.